Все, сейчас начинаю. Галка вот у нас, вот Шувалов зарегистрировался, надо их как-то обыгрывать, надо их как-то обыгрывать, поэтому, собственно, буду больше играть и меньше комментировать. Ну, вы можете в чат набросать, какие дебюты мне играть. Я планирую сегодня играть дебют Альшада, за черных, безусловно, за белых, гамбит Блэкмара Димера у меня в репертуаре дебютном, ну и, конечно, фирменный ход в защите Овечкина, это F3, G4. Вот, да. Здравствуй, Олег, рад тебя видеть. Да, после матча с Цветиком, я похудел, у меня отпали усы, все правильно, потому что этот матч, он вообще заставил меня смотреть по-другому на жизнь, друзья. Что-то не то, рубашку сменил, ну, стал, конечно, гораздо симпатичнее, стал гораздо симпатичнее. Так, ну что еще можно сказать о сегодняшнем туре? Да, вчера я выиграл первенство области по Блицу, можете меня поздравлять, ссыпать дары к ногам, сейчас мне кубок передаст ассистент. Вот, да, вот мой кубок с первенства области по Блицу, вчера по шахматам. Добрый вечерок, Влад, ты решил все задачки, которые я тебя просил решить? Да, вот, благодарность, да, вот тут выписал Дмитрий Громотин, это очень приятно, очень приятно. Спасибо техническому директору, естественно, без него в этой трансляции не... Что значит Хана Ситихан, кто это? Бежурный гроссмейстер Равана Вичкин. А что, непривычно, да? Что-то не так? Ну, если вы, как бы, как сказать... Возможно, я немножко изменюсь через пять минут, когда стартанет турнир. Но пока на Витика плевать, Игорь, согласен. Хотя Витик очень крутой, я посмотрел его, значит, стрим. Очень круто, уважительно себя вел. Витик и зарешал, да. Влад все решил. Так, кто именно выиграл, во что? Витик выиграл, да, у меня, 8-4. Ну, хотя как, не совсем у меня, у меня с Витиком 1-0. По минутке на арене у меня 1-0. Бодрости на четыре... А на четыре часа мне бодрости не надо, я аж так... Это же я шалю. У меня пока вот десятый рейтинг, 2456 на Элит Супер Блиц-арене. Ну, думаю, сыграю сегодня достойно, потому что, ну, готовился к турниру. Помогал вот Аркадию Риверману со стримом, с ВАИКа размялся. И сейчас будем играть. Давайте, что будем играть? А, Блиц выиграл Роман Овичкин, чемпион области по Блицу 2019 года, чемпионской области. Красавчик. Давайте, что играть первым ходом? Давайте голосуем. Какой за белых первый ход сделать? Ж4, Ф4 или А4? Я думаю, что нужно играть свежие, прогрессивные дебюты. Выиграл, выиграл Роман Овичкин, чемпион области по Блицу. Второй Гофиат от Худинов, третий Михаил Попов. Вот такая вот тройка. Нужно у нас за четыре минуты. Я думаю, нужно собраться к турниру. Да, преобразиться, собраться к турниру. А я поехал домой. И оттуда уже вернусь к вам, друзья, в чат. И будем болеть за гроссместера. Так, Е4 это банально. Никто так уже не играет в современные шахматы. Пока, друзья, до встречи. Так, ладно, всем привет. В общем, повеселились немножко. Спасибо Аркадию. Прошел только что... Он сыграл несколько турниров в стриме «Свояк». И, возможно, будет и дальше стримить. Меньше четырех минут осталось до начала. Я поехал домой. Спасибо. Спасибо. Так, да, дебютов модных много. Не успел я посмотреть, как закончилось у нас в Таллине. Ну, не обзывайтесь так. Нормально повеселился Аркадий. Да, обзывайте. Да, борода уже отросла, да. Сейчас посмотрим, как закончился турнир в Таллине. Тоже там занял в Блиц первое место. Я болел очень сильно, болел за Игоря Лысого. И он, Лысый, стал чемпионом. В дележке первая-третья. Лысый Андреасиан, Есипенко, Аркадий. Ну, ладно, Аркадий это все потом увидит. Он болел за Исипенко. Ну, что ж, молодцы ребята. Эти-ка, я вернусь сюда. Вот сюда. Так, а эту можно закрывать, да, Лер? Ну, почему-то там доску настраивал. Так, что за турнир? Элит, Супер Блиц, Арена. Ж3, да, или Гамбиты. Ну, да, то есть тут каждый играет по-своему. Я уже 11-й, между прочим, по рейтингу. Шувалов 7-й. А под каким ником Гельман, интересно, здесь будет играть? У него тоже трансляция. Подробнее про турнир, ну, стандартный турнир на Ли Чесе. Больше я ничего не знаю, если честно. Есть призы, нет призов, не знаю. Но играет Жигалка, играют Шувалов, известных стримеров. Вова Чес, Гельман, да? Вот технический директор сообщает мне информацию про донаты. Если такие будут, то будет высвечиваться только сумма, а текст я буду в перерывах засчитывать. Балалайка 2, да? Ну, а что ж у него рейтинг такой низкий? Погодите. Вот. Я не вижу Балалайки 2, в принципе, здесь. И Балалайки 1 не вижу. Вот это да. Может быть, он под каким-то другим ником. Привет, Артём, да? Хороший формат. А, про Игоря Лысого. Так чемпионат Европы по блицу сегодня был. И он поделил первое третье с Андрея Сианом и Есипенко. Занял первое. Есипенко третье. То есть, ну, отличный результат. Морозеви четвертое. Седьмой номер. Седьмой номер. А, восьмой уже. Всё, вижу. Балалайка 2, 2492. Всё, понял. Через 7 секунд стартует. Турнир. Ну что, давайте начнём. Действительно, комментировать постараюсь не так подробно. Всего три минуты. Так. Никаких пока берсерков. Что такое? Какая-то странная у нас защита Бинони. Словно, Д7 стоит просто плохо. Так. Давайте Аш3 сыграю. Слона на Ж4 не пущу. На Е8 слон стоит немногим лучше. С пешкой на Е7 у чёрных тоже очевиднейшие проблемы. Е6 не пойдёшь. Так. Пожертвовал пешку. А давайте возьму. Конь Е4, ладья Е4. Слон С3, слон Д7. Конь Аш5. Ой-ой-ой. Срочно бьём на Д7. Бьём на Е8. Нападаем на лошадь. Бьёт на Б2. Ничего себе. Вот это да. Должно было быть плохо. Оказалось-то более-менее. Надо срочно на коня напасть. Конь на Е4 подвис. На слон А6. Отойдём королём. Аш1. Перст Т7. Победите. Это я взял. И напал на Ф7, между прочим. Ф6. Взяли ещё раз. Конь бьёт Ж6. Перст Б7. Конь Аш4. Коня на Ф5. Так, ну что ж. Ладья бьёт С2. Да, ну. На конь Е4 и Ф5. Повели коня на Е6. Так. Конь на Е6 стоит. Отлично. Второго коня поставим на С4. Опа. Конь А3 нельзя. Так. Ладья Е1. Куда пойдёт слон на Ф6. Ладно. Поставлю его на С7 пока. Не, ну какой коварный. Я вку до С3 давил. Ф4 если. Ладно. Повёл пока короля. С2, король Е3. Вроде бы никто никуда не проходит. Так. Ф4. Съел пешку. Так. Ж4-то зря не пошёл, конечно. Так. И перестраиваемся. Там-ка я ему матную. Восемь. А это не мат. Ёлки-палки. А я-то думал, я его матую. Нет, ну обидно просто. Думал, что дал мат, а на деле всего лишь шаг. 40 секунд ещё есть. Забрал ладью. И технический директор подсказывает, что надо просто заткнуться. Нет, уже не надо. Ура! Первая победа в элит-арене. Эрика Кобян лидирует. У него 5 очков и играет там с Берсерком. Я пока Берсерка трогать не буду. Так. Попробуем сыграть каталон. Нет, так неинтересно. Давайте гамбит. Одна из вариантов инфляции гамбитов в славянской защите. Обычно с конюм на f6 играется. Так, коня на a6 нельзя пускать, поэтому слон d2 ход обязательно. Не понял, а если взял конь b4, ёлки-палки. Слон бьет a5, конь b4. Слон бьет d8, конь бьет c2, слон бьет c2, ладья бьет a1. Зевнул. Ну ладно, пока рокировку сделаем. Будем искать компенсацию в таких вот вариантах. Так, конь d2, e5. Коня на c5. Так, ладью на c1, e5, коня на e4. Так, конь c5. Напал на слона. Ну, стандартная каталонская компенсация. Так, взяли корзем, наверное. Перс е7. Теперь мне надо коня привести на c5. Ну, так вот и поведу его сразу. Слушайте, а может вообще его поставить на d6? Все-таки слон на b7. Ну ладно, пусть ест на e5. Это бог с ним. Зато у меня конь на d6 проник. Ладья b8. Как-то надо короля вытащить в центр. Пока что. Так, взял. Ага. Ну ладно. Коль бы 7, ладья b7, не годится. Ладья b2, слон на 6, да? Ладья b1 тоже не годится. Так, пошел. Чуть буду поменьше рассказывать. Надо спасаться. Времени меньше. Так, ну на c6 отъем. Так, проверим, куда пойдет ладья. На b4, да, это правильно. Что мне, короля на c3 надо ставить. Ладью на c7. Короля на c3, да? Коня на d6, наверное. Стоп. Двадцать секунд осталось. Да, зевнул. Зевнул ладью. Вторая партия не такая хорошая оказалась. Угу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАЛЬНОГО ГОВОРИТ НА ИНОСТРАЛЬНОГО ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОГО 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 не успел да даже пешку забыл взять у ее ей а ей пришло сообщение от гаррика рома чемпион спасибо блин но обидно что-то я совсем забыл про эти про приму вы опять так ну пока не буду никаких берсерков тем не менее включать ой ну вот а сейчас уже можно и берсерки да настроены то есть пока что нет вообще я понял что мне нужно сделать мне нужно обязательно купить коврик для мышки хороший потому что от него я так смотрю очень многое зависит и может быть мышку получше надо будет взять вообще хода е3 не ожидал противник у меня решил подумать вероятно ваш соперник покинул игру вы можете объявить победу или ничего или еще подождать объявить победу действительно что ждать это время надо всех догонять кубок стримеров вот тут пишут что был запланирован кубок стримеров я вылетел вот и сейчас буду подкрадываться ко всем так поехали значит не проходит к сожалению у нас гамбит юнкерса такой вот редакции тогда нет я не хочу никаких никаких защит бинони я играть не хочу вот тараш это другое дело так линия которую еще в свое время проверяли рубинштейн против сальви да что то здесь можно было берсерка включить мама югуэра так запомнил впечатление что черные сейчас сдадутся просто слон d4 надо ходить я бью на c6 бью на а8 он делает рокировку елки-палки нет не хочет ладно так и ферзя надо срочно выручать напал на слона не защитил но это видимо с расстройства так вернуться к турниру вторую так четвертую партию выиграл достаточно неплохо ворвался в десятку так так сжигалка ну вот и отлично давненько мы не играли к сожалению не провел я работы над ошибками давайте попробуем другую чуть-чуть веточку не ту которую обычно играем т4 ну пока рокиров h3 так dc c5 если я пойду а если слон b4 дайте-ка напал а6 так c5 он уже пойти не сможет могу взять на d2 должен быть слоном могу отойти на а5 кстати на е7 отходить не хочу могу c5 наверное c5 cd есть вот да на слон d2 слон d2 dc так а если я пошел просто и потом ладья c8 и dc хочу взять dc пойти b5 так dc отлично b5 коня на d5 вряд ли можно бить на е6 так g4 вроде тоже у меня там слона не ловят уйду коня h4 потихоньку позиция начинает мне нравится хочу пойти ферзь d5 так взяли можно слон е4 и слон d5 перца петли на не мишень так коня а4 не дали давайте пока слон е4 пойдем назад на d5 должен быть конь слон слон так е6 вроде нету а на f7 слон висит на d5 так ладья f8 е6 слон f6 ладно я туда же х не ладья они ahan ую и Soc ч на но он наверное открыть ладья напал на е4 38 секунд что-то противник надолго задумался так ведь Рамон Юрьевич обыграл жигалку ура и уже в пятерочку ворвались обыграл шедшего на первом месте Сергея Жигалка извините что поменьше объяснял что и зачем хочу но пока вроде нормально опережаем балалайку опережаем Шувалова и ВУЧЕС сейчас один момент говорят пришло сообщение спасибо некто магнус хорошего стрима роман так же подписывайтесь на канал дневник шахматистов так ух ты 2677 рейтинг у моего противника это че такое ну это читер блин потому что нормальные люди такие в такие игры не играют шах потому что ну только читер может взять и отдать вот так вот пешку и сейчас игра будет совершенно не человечество то есть дальше я это уже видел в общем неоднократно как люди вот так вот разыгрывают дебют а потом начинается игра вообще в пешеную силу ну вот началось я зернул пешку елки ну так вот с этим так и бывает обязательно что нибудь зернешь компенсация есть но немножко не такая чтобы в общем говорить о серьезном перевесе просто когда-то я играл на плейчесс и вот были там люди которых в читерстве уличали и дебют они частенько разыгрывали вот примерно таким образом так конца 3 хочет пойти ладно надо брать это не годится вот сигнале танку не в 6 назад так да вообще мне не нравится так сделал вид что зевнул мне пешку этот нехороший человек и тут же ее отыграл нет не стал отыгрывать ну извините я с читерами играть не люблю поэтому ничья результат нормальный то есть 100% читер по дебюту видно так с кем играет 2400 да давайте попробуем староиндийскую иногда я ее играю на конь е1 конь d7 f4 так погодите здесь то я вроде могу взять и могу пойти конь c5 то есть именно поэтому конь шел у нас на d7 так а второй пойдет на d4 у нас g4 вот это да хочет слона на е3 поставить он d4 король h1 не годится ладно давайте пусть поставят а я за этим зайду пешечка подвисла как он ее будет защищать непонятно никак не будет ну ладно съел ага ферзь подбоя вот это да на ферзь бьет f2 слон нет слон бьет f2 нету что я испугался там ладья бьет f4 пешка лишняя на c4 висит на c3 висит фуф а я то испугался думал что реально зевнул спасибо за донат с победой на джигалка очень приятно так так david тимиркан поехали f5 ну давайте c4 прямую c6 конь f3 чтоб не было е5 это это пока основная теория у нас три хода ферзь е8 c6 c6 после c6 вроде бы надо проводить е4 тут по моему конь g5 считается сильным ходом ферзь е5 погодите е4 f4 так у меня центр у него пешка g пойдет вперед не ну ладно я тут точно возьмем так е5 g4 е6 gf е7 а пошли будем играть в стиле балалайки рс е7 да но взять на е6 он не может поэтому пока что напал на d6 на слон бьет е6 d5 у нас будет и вообще хочу поставить пешку на d5 кони ладья выключены из игры думаю компенсация у белых шикарная для блица просто великолепно так дожидаемся коня на c7 или ферз h5 вообще пойти давайте пока слон h3 на е6 защитил и готовлюсь король h1 ладья g1 c5 да вот это у меня и бывая идея поставить пешку на d5 ладью на g1 так на c3 меня вообще на c4 пешки меня очень интересует а вот на c3 вообще не интересует так ладья бьет g7 еще нет да слон h5 ага хочет взять на c3 ну давайте пусть бьет я хочу ладью на g1 поставить на c3 пешка вообще никак никак а его тоже не интересует ладья g1 пока и слона вытаскивать стоп-стоп-стоп тут бы мне пожертвовать ему ладно пока он на е6 напал да хочу взять на е5 на конь бьет е6 возьму ладья бьет е5 тоже конь е8 ну ладно так ну взял еще раз взял и оживляем слона персев шесть так ой 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 персаж 5 не пойдешь пока отступил конь d6 слишком бодренько с Так, слона вытащили. Ферзей менять. Да ёлки-палки, ну вот прямую, блин. Ну всё, из-за прямого проиграл. Фуф, сдался. Ну не ещё страшно. Технический директор точно знает, что надо затыкаться вовремя. Да, интересную жертву фигуры осуществил, даже обидно, что так получилось. Упевка на e6 вроде его очень серьёзно так стеснила. Вроде бы здесь правильно играть e4, потом конь c3 и g4. Когда-то я это изучал. Ну и сейчас просто h3. Пешку e4 отыграю. Конь g2, конь e2, конь g3. То есть даже торопиться с отыгрышем не буду. Конь встанет на e4. Расширенная фианкетта, в общем-то, позволит где-то, может вообще g5 пойти. Попытаться мат ему дать. Он-то хочет потом слон g5 выскочить. Давайте пока слон e3. Пешка e4 вообще пока не нужна мне. f5 съел. Ферзь опять вернулся назад. То есть пешка на e4 никуда не уйдёт. Что такое? Хочет взять на d5, да? Ферзь d2, коль d5. Если коль d5, то ферзь d2. Очень круто. Так, а если я конь f5 не буду? 5 пойду. Так, ладья e8. Погодите, я рокировку просто не буду сделать. Почему херзь d2-то я должен ходить? Сейчас конь f5. Или конь e4 вообще-то. Конь f5, ладья e8. Ферзь d2 как-нибудь. А3. Да, пойду просто А3 сейчас. А3. А3. конца 4 хочет и на д5 напал так а если бы 4 тоже не кидится g5 поехали пошли маста слон d2 был отличный ход слон d2 сыграем конца 3, слонца 3 и съели на d6 так на 6 висит взял ай-яй-яй-яй-яй теперь я зевнул конечно конь бьет d6 на g2 возник коня надо заищать что же делать то да так слона спасем слон пригодится эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй так напал на мат и вроде нет защиты от мат фуф на двенадцатом месте ну пока что главное никаких берсерков пока не будет учимся просто играть в шахтуке 612 у противника это что такое жертвой пешки да я возьму могу взять взял как SD с и 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 Так, пешка висит, на конь Б3 еще ладья А2 или ладья А3. Так, а если взял Ферзь Т4, конь А3, конь Б3, ладья А2. Ладно, взял, да. На Е3 Ферзь Д3. Так, напал на ладью. Есть ход конь А5. А, пошел мат стоять. Фигуры забыл развить, пошел стоять мат. На С1 взять успеем. Ой, сбежит же сейчас слон Е3. Да, сбежал. Ну ладно, ух, с ним. Опять. Держал. Вообще, конь на Б3 вроде бы у него ладью немножечко подрезал. Вот. Конь на Б6, конечно, красиво стоит, но не понимаю. Вроде бы малофункционально расположен. Ф4. Ну, взял пока здесь. Теперь здесь. Теперь зашел за слоном. А можно было пойти сильнее ладья Д4 и съесть на Б4. Хотя насчет сильнее сейчас мы посмотрим. Ой, лепушки. Вот. 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 Ой, блин, ну что я делаю? Блин, делаю ход и только потом вижу, что это зевок. Ой, 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 Роман Юрьевич, Роман Юрьевич, что ж ты такую чушь-то несешь? А мог... Да, мог. Ладно, съел пока на Д3. Пока сдаваться не буду. Пока грозит мат в один ход, сдаваться не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, флажок все-таки у меня стрясли. но ничего страшного феликс мне фору дают ну ладно я пока не буду персерк включать так каталонское начало центр захватил вроде все фигурки у меня стоят чуть-чуть получше а и пошли вперед девятилетний ну бывает а чё сейчас девятилетние пацаны ух какие сильные так напал на пешку сейчас е5 и д5 так тут я е5 поставлю и вообще пойду ему дам мат вот такой у меня план пойти и дать ему мат что за ферси в 4 то такой ход дурацкий я делаю взял взял о у Ну если тут не поставлю мат, я буду сильно удивлён. Блин. Сделали проводную, ну всё сломалось. Сделали проводное подключение. Да, обновить. Сейчас слышно? Нет. Так, упал. А что, Сличес меня выбросило? Или моего противника выбросило? Да, выбросило. Так, теперь турнируем. Где там элитаре? Ну выбросило. Нет, погодите, не выбросило. Нет, так это моего противника выбросило? Вот это да! Огромное спасибо моему противнику за то, что он был выбит плечесом, а не «Е». То есть мы успели из беспроводного интернета сделать проводной. Клименко Сергей А. Так, что такое «Е4». Так, что такое «Е4». Да всё равно слон «Б5» и «А4» пойти полезно. У них три фигурки вам, а не размен слонов. Он ушёл. Это пища. Там уже. Так, идёт. а ферзей поменяю не хочет b5 не боимся ну давайте еще f4 я понимаю что черные только этого и хотят хотят попасть конем на e5 это что такое сразу попали ну ладно и пошли опять надо было пойти немножко я перемерничал в связи со сбоями трансляций f4 ферзь f2 и потом на b6 и на c5 вроде подвисает играем против вот этих пешечек надо было ходом раньше так пойти пока была пешка на f7 это выглядит выглядело чуточку сильнее так на коне а4 конь бьет е4 поэтому слон d3 обязательный ход ладья b4 на конь а4 еще c4 придет а на e4 опять же держим и а4 ну пошли понятно что он c4 заготовил а наша задача здесь все лишнее разменять ключевая задача белых здесь не получить мат висит конь без ферзей здесь будет играть попроще а ему надо f3 проламывать так теперь висит на а5 причем вопрос еще хочу ли я там брать так 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 здесь взять должен и напал на ладью что ли c3 ладья b5 так 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 может быть просто ладьи поменять или конь b3 просто зайти за конь b3 a4 да c6 тоже нету что же делать давай быстрее роман юрьевич соображать взял на c4 взял на а5 ладно давайте так пойдем ой ладья f2 есть ход ой какой кошмар да еще он я надеюсь там только вечный шаг да подземнул я вечный шаг блин не получается пойти в погоню ну сказывается что не так много не так часто я стримлю но тапочки для тараканов придется прикупить фельмира разменный вариант защиты каракан ёлки перешел плавно в атаку панова со странным ходом аж 3 и чё теперь взял напал может быть и в 6 е5 надо было как-то проловить слона на е4 надо не надо блин какая за высота н так c4 грозит не грозит опять же после c4 у него на d4 подвисать начнем так допустим не грозит ответил роман юрич на этот вопрос а а а и херзей что ли с а а а а а а а а F4 стоит здорово. Так, и сейчас он вообще на D6 хочет его перевести. Ладно, пусть переводит. Главное, чтобы я ферзя тут нигде не прозевал. F6, конь H4, да? Тогда с G5 надо начинать. Конь E5, да, это я что-то зевнул. На C6 висит, на C4 висит. И отдаем. Взятие на E5. Есть, но что-то там похоже, что меня там быстро ушатают, а с другой стороны делать-то уже и нечего. Ферзь F7. На C6. На C6 отдавать не буду. Так, вообще не буду отдавать на C6. Так, F6. На F6, F3 возьмем. Съем еще на D4. Вообще, объективно, у черных должна быть проигранная позиция. На что я рассчитываю? Я рассчитываю, что мне удастся ферзя куда-то перекинуть. Перекинул, и сейчас ладья А8 хочу пойти. Нету там FH5. Вот с ферзь F5 и надо начать. Так, G4. Ферзь E7. Да ну что ты, Роман Юрьевич, делаешь-то такое, а? Ой, какой кошмар, а? Как же тяжело болельщикам-то, а? Так, сломано на Е2 не пустил. Ну и ладно. Ферзь F1, ладья А8 и мат. Да, зевнул мат, Роман Юрьевич, зевнул мат. Ой-ой-ой-ой, справедливо. 32, уже галки 35. Хотя, еще есть шансы побороться с ними за тройку. В партии главное сыграл до фигащи. Наконец-то черный мигра. Что это за линия такая? Давайте в Эмшпильд пойдем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, все лишнее смахнуть. Ну и тут, наверное, пешкой возьмем. И возникла одна из моих любимых структур когда-то. Сейчас уже она не такая любимая, а когда-то очень мне нравилась. Лон G3. Давай ладью на G4 вытащим. На F6 оказывается он нападал. Ну и ладно. Сейчас просто не пущу его. F5, ладья G4, HG. Давай. Слон T6. Как-то... Снежка H у него стала проходной, зато мы их вроде в центре побольше. Поставлю, наверное, на F6 слона. Напал на мат. F3. Так. Что, и побежал королем, что ли? Так. Слона защитил. Ну-ка, F5, Fc3 сейчас где-нибудь... Так. Ладью на H8 надо. Ну, допустим, поставил. F3 взял. Так. 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 так что-то совсем мало времени так что-то совсем не так елки-палки зевнул все-таки мак да подрасклеился роман юрьевич подрасклеился всем здравствуйте так еще раз п5 а 4 ну что буду бить на д7 чувствую и проводить f4 так на конца 4 кони в 6 поэтому пока а5 когда-то очень любил сходные позиции играть черными а потом они мне резко разомариваются сейчас конь идет на c4 на b6 потом провожу b4 сейчас пока все полезные ходы сделаю вот взял на d7 и вроде бы у него вообще нет хороших полей у его лошадей о чем это говорит о том что я смогу провести f4 давайте c4 так хочет чтобы у меня коль на b6 полок этики вообще б3 может быть c4 там конь c7 да нет давайте а б взял оставлю пешу б3 и и займусь другим флангом надо ли стоит нет ладью на опять стоять не буду пусть отдает пешку а нет сейчас не хочет отдавать поставлю так ну и пришло пора на и в 4 а а так напал на е5 ну чтож и раз 8 так слон же 6 и ржи 5 может не бить на же 6 пинты 5 пинты 5 на отход ладьи возьму на же 6 отлично и и что и надо подтянуть верстся при наверно елки лишняя фигурой лишняя фигура это здорово с лишней фигурой сразу вас на c5 висит 43 секунды ладно чуть помедленнее буду комментировать практически не буду как съел и за ней он мог просто съесть вот это да шах c5 елки-палки чё я делаю да, доигрался ладья b бьет b6 ну так-то еще ладно и и и и Фу, неожиданно совершенно выиграл, хотя я играл слабо, надо признать, 34, 39 уже галка, 43 у Саркиса, погови, ладно, поехали, 40 минут еще играть, славянская защита, вот здесь на ДЦ Е4 хочу пить, не ходит ДЦ, тогда каталонское начало, ДЦ Е4, основная идея вариантов, чтобы провести Е4, теперь играем против слона Б7, сюда разовьем, ну ладно, подарили мне 2 очка, и уже 36, очень важно выиграть, ну давайте строим индийский, вот тут по крайней мере весел, ой, как же тут играть-то, я-то уже подзабыл, ладья Е8, на Е5 защитил, взял, напал, это что такое, такой ход я не знал, давайте взял, на ЕД может вообще Е4 есть, так, ладьей, слон Е6, так, ну пешку не отдам, на конь бьет Е5, Е6 есть, а не заблудится ли у него ладья? чувствую, задает тот же самый себе вопрос, Кроль Б1, так, конь С6, ну давайте коня на С6 поставлю, вроде он тут хорошо стоит, у ладьи ходов вообще нет, то есть осталось подготовить на нее нападение какое-то, ладья С1, так, ладья С8, слон С4, Коль Д4, Коль бьет Д4, слон бьет С4, давайте защитил, слон Е3, да, так, С4, Коль Д4, может сразу прыгнет, а прыгнул сразу, напал на ладью, поэтому бить должен, так, 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 ну ладьей, конечно, а мог взять слону, вот это фантастика, и там была вилка, ну ничего, так тоже интересно, по-прежнему у ладьи ни одного хода, неужели я это не смогу никак использовать, слона на С5 и А6, кажется, я нашел идею, а слон Е5, слон С5, Б4, А6, БС, АБ, ЦБ, вот это да, а пока ладья Д8, наверное, гражу Д3 при случае пойти, так, ну-ка, Д3, так, теперь после слона С5 я хода Б4 не боюсь, так, слон С5 пойдем, ой, слона 6, достойно завершающая эту партию, ой, Роман Юрьевич, ты Роман Юрьевич, полбес, время истекло, ничего себе, как я его запутал, а мы на четвертом месте между тем, и говорят, у Сергея Жигалка висит стрим, поэтому пока что играем без Берсерков, так, БС, ну и допустим, Херсть С2 напал на слона, чтобы быстрее напасть на пешку Д5, то есть вот такая идея, так, вот у меня тут кто-то подошел, нападу на H7 неожиданно, Хочу взять на Д5, спасибо, Аркадий, я математик-то слабенький, пока серия математически не оправдана, брать Берсерка, понял? ой, вышел на третье место, так, надо бы победить Каракан, на ДЕ, Конь Ж5, да ладно, пойдем с Лун Ж4, и будем играть нашу обычную систему, на тренингах мы это вроде проходили, разбирали, вот такой, почему не знаю, Конь Д7, конь Берсерка, это G6, давайте, так, погодите, ДЕ, наверное, побьем, коню взял, да, так, так, не, 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 этих мы разменяем, и поведем еще одного коня, на Ф4 я должен попасть, так, пока на слона напал, потом на второго, второй важнее, это еще что, что за ерунда такая, понял я что за ерунда но поздно ладья d5 ладья d7 взял очень нехорошо разыгрываю окончание сейчас слонда на p6 встает этих я должен менять на пешку напал сейчас ладья d7 очень плохо разыграл роман юрьевич эту схему да убрали вообще без списка чуть делать давайте критик смахнем а а я хочу дать шах и пойти е3 других идей у меня нет шах король h2 е3 b7 еф b8 ферзь и он первый да ладья c6 b7 ладья a6 b8 ферзь да тоже не годится е3 b7 нет то же самое давайте шах и е3 еще один последний шанс может запаникуют все таки здесь у него нет ни одного шаха я хочу поставить хорзи и дать мат на ж2 ой мат на аж 5 ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй да и у сжигалки стрим от вис ладно близко близко но блин еще и конкуренту проиграл за первое уже не борюсь 28 минут осталось так что пишут да ладья h1 там король g3 к сожалению да тренинги да идут на пользу каталом пешку защитил дважды защитил у меня на е5 ладью на d1 не не вообще меняться не так ну что е5 ну пошли раз уж настаивает слон а6 да ферс нет там f6 что ли сходит ой какой кошмар у человека стоит вот даже е5 могу пойти и ну и пойду вообще е5 правда коль на d5 давайте как бы другой стандартный ход так вот теперь е5 в силе выиграет давайте пока еще ладиация 1 кучу полезных ходов сделаем пока человеку вообще некуда ходить кони в 6 так так как ферзь е2 в напал на пешку ну и ну и ну и ну и иначе пробивать ульцу 8 отошел пока и b6 c5 это долг я бы хотел rg4 шаг дать нет не получилось но теперь зато коня на f6 поставлю коня на f6 кстати а пусть он возьмет на f4 я у него ферзя хочу пойти ладья h3 потом ладья f1 и съесть ферзя что-то он задумался король h8 но ладья h3 я все равно пойду теперь конька на f6 и хочу сыграть ферзь е4 и ферзь h7 мат так 46 осталось 23 минут поэтому тоже на тренингах проходили сейчас где-то c4 хочу пойти прямо здесь может на а3 надо было взять не знаю таки пешка c6 по опаснее так ферзь c6 коня d4 да слон b4 он на g7 негодяй возьмет слон b4 король скажем d1 буду отдавать ладью значит ферзь b6 ферзь а а а а а а а и И на d4. Конь e2. Взял, взял. Может 2-0 просто сделать? Взял, 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 конь c2. Или коня на c2 все-таки? Ага. У меня ферзь b2, конь c2. И у меня ферзь под боем. Рокировка значит. Король пусть в центре постоит. Напал на лошадь. Там еще шаг с b4 в каких-то вариантах есть. И слон b7. Даже не знаю. Так. Ой-ой-ой. Ну, пока шаг там. Проверим, куда пойдет король. Конь c6 при случае грозит. Если на d1, то не грозит. А если на c2, то слон b7, да? С слон b7, ферзь опять не угроза. На d4 подписает. Так, ну и как-то осталось ладьи от c8 пойти и по линии цеха что-то вломить. Так-так. Взял. Взял. Что-то мне все отдают. А, 14 секунд осталось. Напал. А! Блин. Расслабился. Роман Юрьевич. Надо было бить на b1. Пешка лишняя. Взял. g5. Корточку сделали. И начинаем собирать урожай. Взял. Взял. На третье место вышел. Ну что ж. И серию начал. 17 минут осталось. И три человека со мной делят. 48 и еще один 47. Который прокатился на 5-0. Так, один. Так, сейчас это кто? Сильный. Поехали. d4. c4. конь f3. А, это у нас славянка, да? На dc е4 я хотел пойти. Тут ладно. Условный f4. Конь c3. Вроде основная линия. Ну да, вот это достаточно скучная позиция. Как тут ходят, я уже, если честно, и подзабыл. Вроде 1, что ли? Вроде 1, что ли? Как-то тут подсушить надо. Вроде поймал, но размен ферзей. Так, ферзей 5, конь f5, ферзей 5, а6. Подписывайтесь на мой канал. Ну да, значит. Продолжение следует... Конь d5 у меня нету, конь d4 тоже чушь. Ну ладно, король e2 пойду, потому что веншплях короля надо ставить куда-то в центр. Продолжение следует... Взяли-взяли... Взяли-взяли... Так, 46 секунд осталось, да? Ну ладья на d7, конечно, неплохо стоит. Так, конь f6, если... Тогда на c6 взял. Конь d4, ed, конь g3, hg, ладья d8. Там съем на e7, снег съем на b7. И, видимо, ничья. Да, про время важно не забывать. Да, спасибо. Ух ты, 100 человек смотрит с лишним трансляцию. Очень приятно, спасибо. Слон блюд до 4, это сильно. Так, мы должны брать и d5. То есть, другого нет. То есть, другого нет. Вроде все по центру поставил. То есть, другого нет. 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 Ну блин. Да. Обидно. Откатился на шестое место. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну че, пришла пора? Не, не пришла. Научись, Роман Юрьевич, сначала по три минуты флаг не ронять, а потом уже... Ай-яй-яй. 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 Так, хочу съесть слона. Ай-яй-яй. Аш-4. Да, какая-то игра немножко странная. и покойную д7 связан он сутри бац и аж 4 слон е5 и в 6 ну ладно ферзь c6 ну что аж вперед и горе гугенутом а куда ферзь пойдет на c2 к сожалению ферзь c2 жалко нашелся у него ход я уж думал все сейчас c6 слон d7 поймал а а а а а а а а а Конь е5, так, это хороший ход. А я нападу на д4. Ферзь c7, сильный удар есть. Ой, блин, ферзь c5 тоже неплох. Так. Тут, ладно, еще как-то припыхаюсь. Так. Как-то надо срочно активизировать ферзя, причем максимально активно его поставить. Так, ферзь d4 есть, вот, да. Я думал, что есть у меня ферзь g3, но там, к сожалению, ферзь h8 и ладья c7 мат. Ой-ой-ой, придется брать. А3. Холодный душ, что можно сказать, да. Техника отличная. Ладно, а5, а4. Короляна f6 пока. g3, да. Поскакали коню. Так, 28 секунд осталось, а я тут начал нападать. Так. Так. Да. Продолжение следует. Так. Продолжение следует. Продолжение следует... Да. Фу, все, сдулся Роман Юрьевич. Да, два часа турнир по три минуты без добавления тяжело. Остаться бы в десятке. Ну ладно, первый блин комом, это не так страшно. Сейчас меня очень хорошо переиграли. О, спасибо. Т5, да? Так, что такое, Т5. Так, что такое, Т5. Так, попытаюсь дать маху, H5. Угрозы есть у него? Нет. H5. Ага, на пешку напал, на пешку. Конь бьет Е5, слон бьет Е5, слон Ф3. Или слон С4. Съел. Падел С7. Нет, слон Ф3. Съел. Так, на Д5 пока не висит. Ферзь Е3, Ф6. Слон Ф6, слон Ф6, ферзь Е6, ферзь Ф7. Может на Е5 взять? А, давайте. Ферзь Е6. Ферзь Е6. Ферзь Е6. Ферзь Е6, ферзь Е6, да? Может слон Х8 где-нибудь нанесу? Или слон Ж4 пока хочу пойти? Слон Ж4, ладья АД5, слон Ф5, ладья АД4. Блин. Не получилось. Так, ладья АД4, король АД4, слон Ф6, да, ничья. И, конечно. Так, ладья АД4, слон Ф6. Але, конечно. Так, ладья АД4, слон Ф6. Так, ладья АД4, полночь. Так. И, конечно. Ох, ну а. Какая ладья АД4? Ну а. И, конечно. Так. 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 Да не, ну скотина, ты просто тварь. Три нуля подряд. Да, ну в общем нужно завести коврик для мышки, тапочки для тараканов и так далее. Потому что реально не успеваю. Да, турнир закончился. Но в десятке оказался, обошел и Вова Чес, и Шувалова, и Балалай. А они где? Они может выбыли все? Ха-ха, я-то радуюсь, что я их обошел, а их... О, Шувалов, двадцать треть. Ёлки-палки, а Вова Чес, что еще дальше? Ну, восьмой. Так, ладно, вернемся назад. Итак, Жигалка, второе место. Молодец, поздравляю, Сергей. Остальные мне тут неизвестны, но надо сказать, что я, конечно, опух совсем. То есть прокатился на трех нулях. Говорит о том, что физическая форма не очень хорошая. На следующей неделе ждите выход ролика по груз-фитнесу. Я сейчас снова 100 килограммов наел. И активно буду опять сбрасывать. Потому что, видите, чуть-чуть наел, а уже игра не идет. Ну и, конечно, 3 плюс 0 тренировать надо. Без добавления играть очень тяжело. Кстати, играл явно лучше, несмотря на то, что много зевал. Играл явно лучше, чем в матче с Витиком. То есть все-таки в субботу вечером играть, ну, как-то мне больше по душе, чем вечером в пятницу. Всем, кто болел, огромное спасибо. Кто задонатил, тоже. В общем, попрощаюсь. Ладно. До свидания. Продолжение следует...